Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, телезрители. Да, здравствуйте, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы и присоединяйтесь к нашему разговору. Который, я надеюсь, не заканчивается, а такими мостиками существует из вторника во вторник. Да, в прошлой передаче мы столкнулись с этим, и мне очень понравилось ваше сравнение и метафора, что у нас тут групповой процесс, потому что телезрители начали звонить и делать отсылку к прошлым передачам, комментировать какие-то предыдущие высказывания. И вот эту ниточку какую-то, передачу эстафетной палочки мы и наблюдали в прямом эфире. Ну, для меня это совсем не метафора, если говорить о группе, потому что, ну, город, наш город, как, наверное, любой другой, это такая большая группа жителей, большая группа людей, которых что-то объединяет. Я практически уверен, что у нас что-то объединяет. Об этом, кстати, тоже было бы интересно поговорить. Вот. И поскольку мы группа, то есть не просто собрание индивидуальности, а нечто большее, чем сумма единиц, вот, то телевидение, на мой взгляд, ну, как и другие средства, дает вот возможность вот такого внутригруппового общения, то есть сказать друг другу что-то в пределах города, да, я не знаю, один человек позвонил откуда-нибудь из Безымянки и что-то сказал, а другой с Хлебной площади, да, и, ну, вот такое расстояние, вроде бы, поговорили, да, и мы где-то здесь вот в серединке находимся. Вот, чем не группа? Пока мы ждем звонков и, может быть, тем, которые нам предложат телезрители, хочу спросить вас, Алексей, о вашем опыте работы именно в групповой терапии. Как долго вы в этом варитесь? Ну, это очень интересный вопрос, потому что, наверное, мое представление о группе со временем работы изменялось, и, я думаю, вполне можно сказать, что появил себя в группе раньше, чем начал в ней работать, ну, родился в группу, да, в группу сначала людей, свою собственную семью, вот, к папе с мамой, к бабушке с дедушкой, да, к родственникам. Ну, там все-таки другая группа, да, мы сейчас говорим о психотерапевтической группе. Я думаю, что мы не сильно отличаемся. Единственное отличие, ну, не единственное, а отличие, конечно, цели и задачи, да, если переходить к психотерапевтической группе, то, ну, где-то с 2001-го, с 2000-го, может быть, да, года я вот участвую в группах и участвую в том числе, как, участвую как, ну, скажем, клиент, пациент, это практика есть в подготовке всех специалистов раньше, а вот как ведущий, ну, где-то, да, с 2001-го года. — За эти 20 лет отличаются истории людей, которые они приносят в группу? Или всегда люди с одними и теми же какими-то вопросами, проблемами идут к специалисту? — Я не думаю, что на этот вопрос есть однозначный ответ, потому что я меняюсь, и люди меняются, и время, если хотите, меняется. Возможно, 20 лет назад, когда я был моложе, люди в моем возрасте пытались, может быть, задать мне какие-то одни вопросы, видя во мне, может быть, молодого человека. Сейчас ко мне приходит достаточно большая часть людей, либо ровесники, либо младше меня. — То есть это уже другие вопросы. Я прерву вас, Алексей, у нас звонок. — Да. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? — Меня зовут Елена. — Угу. — Да, здравствуйте, Елена. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — И я хочу предложить вам такую тему, поговорить. — Да, она уже, наверное, я заболела ковидом, по-моему, первый день, второй. Вернее, ну, пока еще официальных вознуждений нет. И я понимаю, что эта ситуация, она для меня, ну, в данный момент больше психологически странная тем, что... Ну, я себя ощущаю человеком, который опасен для окружающих. Реально опасен. Я думаю о том, как защитить боевских. Я думаю о том, что делать дальше. Ну, вот, давай про это что-нибудь. Про, наверное, про то, как справиться с этим. — Елена, а тех способов, которые уже всем известны и везде напечатаны, не хватает, на ваш взгляд? Как вы к этому относитесь? Ну, я имею в виду маска, обработка рук, соблюдение дистанции, разделение людей, ну, внутри семьи, болеющих территориально, если есть возможность, конечно. — Да, я вас услышала. Я не про это. Про то, что делать технически, мне понятно. А вот, ну, я столкнулась с тем, что я, допустим, вчера-позавчера общалась с людьми. Я думаю о том, мне звонить их, предупреждать, если кто-то заболеет в этом со мной, виноват или в этом я. Вот на какой-то такой момент, скорее. — Елена, можно ли говорить о том, что внутри вас есть переживания о том, что, ну, вы столкнетесь, может быть, с осуждением или с отвержением с каким-то, со стороны людей, которым вы расскажете о своих подозрениях или о своем заболевании? — Ну, этот страх есть. Ну, по крайней мере, я столкнулась с ним. И это для меня было, в общем-то, скорее неожиданным. Когда я про то же самое слышала со стороны, люди описывали переживания, мне казалось это парадоксальным, необычным. Ну, люди болеют, это естественно. Как-то попав в эту ситуацию, что-то другое происходит? — Ну, Алексей, спросите. — Да, Елена, я вас слушаю. Можно ли сказать, что вы говорите о том, что я не хочу, не могу, опасаюсь? Ну, какой-то, я не знаю, каким словом это назвать, ответственности за другого человека, того, что я каким-то образом влияю на другого человека. Об этом идет речь? — Да. — То есть это основное? — Это. Ну, наверное, да, просто есть еще другой момент, но, наверное, да. — Ну, действительно, моментов много, и, как я слышу от окружающих, кто-то, ну, так с гордостью говорит, что я теперь причастен к этому, я теперь тоже болею ковидом. А кто-то испытывает чувство стыда за то, что заболел, потому что, действительно, ну, я могу быть заразен для других людей, и другие люди тоже окажутся выбитыми из своих каких-то жизненных процессов. Вот вам какая сторона ближе, Елена? — Ну, вот, да, выйдет из процессов, это попадает в точку. Сложно. — Ну, спасибо, Елена. — Да, спасибо. — Немножечко пообсуждаем эту тему. — Продолжим, да, обсуждаем. — Продолжим, да. — Давайте продолжим обсуждать. — Вот, может быть, так спрошу, Алексей, вот вы слушали эту историю, у вас какие чувства вызывала она? Потому что в прошлых передачах вы говорили, что специалист, он на себя эти чувства, ну, примеряет там, или какие-то у него вот контрпереносные моменты, такое специфическое словечко, но, тем не менее, возникает. Как вам было в этой истории? — Вы знаете, мне было сегодня спокойно ее слушать. Эта история, и много всяких моментов, если вы хотите, поделюсь немного, пронеслись в моей голове. Но, во-первых, речь, Елена включилась, и, по сути, она говорит тоже о группе для меня, да? Я боюсь быть заразным для других людей. Вообще, я думаю, что, я подумал, что если мы вот этот контекст ковида уберем, возможно, мы вообще, в принципе, заразны друг для друга. Ну, чем только мы не заражаем друг друга. Оптимизмом, пессимизмом, там… — Сомнениями. — Сомнениями, да. Кто-то пишет потрясающий роман, где главный герой кончает жизнь самоубийством. И это оказывается как будто заразным для читателей, да, и волна самоубийств увеличивается. Пишет Эрих Мария ремарк, роман, где он пьет, где его герои пьют кальвадос на протяжении всего романа. И, в общем, читаешь, и это настолько заразно становится, что к концу романа думаешь, так, а где у нас продается в Самаре кальвадос хороший? Вот. Ну и так далее. Я почему-то подумал об этом аспекте и о том, что, наверное, ковид, и для меня Елена сейчас об этом говорила, это такой щелчок определенный в нашу сторону человеческую, ну, если хотите, понусу на наше представление о всемогуществе. И в группе это тоже проявляется. Есть вопросы, по поводу которых мы думаем, что мы всемогущие, они обычно касаются эти вопросы смерти, рождения, одиночества, да, еще чего-то. И возникает вот какое-то со временем погружение в эту тему, возникает представление, ощущение, ну, какого-то баланса. И, слава богу, что со временем оно возникает. Ну, балансы я имею в виду, что где ты чувствуешь, что ты делаешь все, что можешь, ну, например, надел маску, обрабатываешь руки, не общаешься, ну, я возвращаюсь, да, к теме ковида. Ну, какие-то вещи выше тебя. Возможно, Елена контактировала с кем-то вчера, и, возможно, они заболеют, и, возможно, даже кто-то, кому-то фатально заболеют. Но ведь не факт, что именно от Елены они заразились. Может быть, они заразились от кого-то другого. И то, о чем я сейчас говорю, я не думаю, что это способ себя отмазать или успокоить, рационализировать, как говорят психологи, свою собственную тревогу. Ну, типа, еще много есть всяких каналов. Я думаю, что это как раз разговор о том, что мир сложнее, чем мы представляем. Намного больше связей всяких, да. Вот. А разбираться собственной совестью, мне кажется, Елена еще об этом говорила, да, как я перенесу то, что я заразен для других людей. Ну, я заразил другого человека смертью. Ну, вы сказали о всемогуществе. Мне кажется, этот момент надо пояснить. Возможно, для наших телезрителей, это для нас, специалистов, понятная категория, да, когда мы про всемогущество говорим внутри нас и про переживания, связанные в связи с этим. Ну, вот, немножко можно развернуть. Ну, для меня это, да, для меня это впечатление, что мы можем все контролировать, что ничего не произойдет, если выполнять правила. Ну, к сожалению, это не так будет происходить, и фатальные какие-то вещи будут происходить. Но это не значит, что не надо выполнять рекомендации и правила. Это значит, что таким образом я делаю все, что в моих человеческих силах, да. Но не все в моих силах. Есть какие-то вещи, которые стоят дальше меня. Тем более, вот эта сила сейчас под названием ковид, она как раз и коварна в том, что она не сразу проявляется, человек не сразу начинает понимать, что он заразен. То есть, какой-то промежуток времени и жизни происходит без контроля. Я думаю, что, Елена, вы говорите, я сейчас в эту сторону поверну. Человек не сразу понимает, что он сделал ошибку. Ну, заразил другого человека. Я постфактом об этом узнаю, да, когда уже дело сделано. И, в общем, это, конечно, определенная такая реальность для человека. Я вот еще какой контекст хотел бы добавить. Я об этом сегодня целый день думаю. Спасибо моему преподавателю по философии Артуру Сергеевичу Костомарову. Сегодня он задал нам читать работу Бахтина о творчестве Рабле. Франсуа Рабле, я думаю, что наши зрители знают. Кто не знает, можно посмотреть. И, по сути, речь идет о карнавале, о празднике, о смехе, о народном переживании, ну, вот такой неофициальной части жизни. Почему я об этом думаю? И я об этом снова вспомнил, когда говорила Елена. Я просто подумал, когда такое количество людей, например, выходит на улицу и празднует в широком смысле. Чем они заражают друг друга? Как от этого спастись? Что об этом можно думать? Там перемешивается все. И смерть, и жизнь, и высокая, и низкая, и порочная, и святая, и так далее. И Бахтин очень интересный. Я думаю, я вот сейчас это говорю, я уверен, что я говорю про психотерапию. Этот человеческий опыт взаимодействия в карнавалах. Ведь тема смерти, тема страдания, тема болезни почти, ну, она трудно переносима человеку в одиночку. То есть об этом трудно сидеть и переживать одному. Обязательно с этим, ну, как минимум хочется с кем-то поделиться. И одного рассказа иногда недостаточно. Почему так много анекдотов, почему так много черных комедий, ну, каких-то вещей, которые высмеивают смерть. Это не из-за безвкусицы, не из-за испорченности людей. Да, и это, ну, один из тех способов. И в группах тоже мы это замечаем, да. То есть те люди, которые говорят, это святое, моя тревога святая, мой страх святой, его нельзя никак трогать. Им очень тяжело обычно. Когда они позволяют, ну, если хотите поиграть с этим, надеть противоположную маску. Что-то с этим начинает происходить. Какое-то другое отношение к этому открывается. И, в общем, Бахтин как раз об этом говорит. Вернусь к истории Елены. Когда этот страх, ну, является неким образом в карнавале, это одно. Мне кажется, там легче сформировать и, ну, отношения. Мы не знаем, Лена, у нас нет карнавалов сейчас. Да. Ну, возможно, мы участвовали в каких-то театрализованных представлениях в детстве. Не знаю, наряжались в Деда Мороза, в Снегурочек. Когда с этим страхом сталкиваешься уже в болезни, то есть он реален, я внутри него. А страх всегда реальный. Как тут можно перенастроить свое отношение к страху смерти? К страху заразить? Это же тоже, скорее всего, ну, может быть, отдаленно, неосознаваемо, но страх быть причастным к чужой смерти. Страх заразить и страх заразиться, ведь Лена же тоже не придумала этот вирус внутри самой себя. Она его не родила, она от кого-то заразилась. И кто-то, возможно, ее уже предупредил, а кто-то не предупредил, может быть, да. Может быть, она вычисляет, с кем она контактна. То есть я хочу сказать, что проблема коронавируса в данном случае, ну, вот мне сегодня захотелось высветить немножко другой пласт, потому что есть, ну, пласт, скажем так, обычный, традиционный, ну, функциональный какой-то. Об этом все сказано, да. Ну, то есть как, как действовать, как там сообщать, предупреждать или не предупреждать, то есть эти элементы выработаны. Вот. А есть вот этот вот, Елена не зря сказала, психический, но психический-то тоже не целый, да. Ну, в смысле у нас психика сама по себе не плоская, не одномерная. И там много всего намешано. Это про смерть, это про то, что, оказывается, от меня зависят другие люди, и как я с этим буду дальше жить, вдруг действительно кто-то умрет, а может быть кто-то выздоровеет, да, как я буду им об этом говорить. Это, ну, в общем, это опять вот такое столкновение с, ну, если хотите, демонами в собственной душе, с какими-то силами такими, да. Вот. И, ну, позвонить в передачу, может быть, кто-то из зрителей сейчас позвонит в ответ. Да, напомню нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте свои истории. Да, позвоните, может быть, вы... Или задавайте свои вопросы. Ну, может быть, кто-то позвонит и, ну, что-то Елене ответит, что-то скажет, откликнется каким-то образом. Это про группу и есть для меня, да. — Спрошу такой вопрос, наверное, подразумевая, что вы знаете о своем праве сказать «нет» или там не отвечать на какие-то вопросы. Как вы со своим опытом боления ковидом сталкивались ли вы со своими вот этими страхами заразить и быть причастным? Или вот было ли ваше всемогущество уязвлено в этот момент? — По поводу всемогущества не помню. Страх заразить был. У меня со временем сформировалось... Ну, временно это нужно, да, сформировалось ощущение, ну, какого-то такого перехода. Эта переходность, она ведь не только вирусом создана, она создана, ну, ожиданиями, что со мной будет. То есть те, кто переболели, говорят об этом как о каком-то опыте, да. Кто-то простился с близкими людьми. Ну, не знаю. Наверное, есть разница, если бы я умер, наверное, сегодня я не мог бы об этом говорить, да. Вот, ну, оказалось, что для меня это было не так, может быть, тяжело физически, как это бывает у людей. Вот, наверное, для меня было какое-то... Ну, я легко перенес, и я подумал, может быть, чисто физически, физиологически я неплохо себя поддерживаю. То есть это какие-то в копилку к себе, ну, вот там бегать, да, пытаться питаться как-то более-менее правильно, да, прогулки устраивать себе на свежем воздухе. Ну, то есть вот это ведь какой-то такой, не знаю, обратная связь, может быть. Этот опыт помогает вам в психотерапии? Ну, безусловно. Есть о чем говорить с людьми, когда они говорят о своем страхе заразиться или переболеть. Ну, в конце концов, когда перед ними сидит доктор, который уже переболел, я помню свои встречи там в июне, в июле, я своим пациентам сообщал о том, что я переболел. Ну, когда вот сроки прошли, вот. Вот, и я знаю, что некоторые из них, потом они мне рассказывали, что они ждали, пережидали время какое-то, вот они со мной проконтактировали, ну, как-то так вот сказать, ой, я не приду к вам, например, да, или еще что-то. Не все духу набирались, говорит, мы прям ждали, ну, кто-то там рассказывал, там, неделю-две, потом все нормально. И, ну, можно было об этом говорить, об этом страхе. Алексей, какие можем мы дать рекомендации Елене, вот сейчас, как ей справиться, первый, второй день, она, говорит, болеет, ну, по сути, она только в начале этого пути, как она может сама себе помочь? Может быть, попытаться преобразовать какие-то рациональные мысли, или вот. — Большой очень вопрос, Елена. Я думаю, что мы все болеем, даже те, у кого вируса сейчас нету, мы все, как группа людей, болеем ковидом. Ну, для меня это очевидно. То есть мы заражены, не все, может быть, вирусом, но эмоционально, интеллектуально, всякими прочими вещами точно заражены. И разгребать приходится, ну, нам в группе, да, коллективно. Поэтому пишется об этом в газетах, поэтому мы говорим об этом вот с экрана телевидения. — Да, и у нас есть группа ВКонтакте, разговор по душам Самары ГИС, можно писать нам туда, задавать вопросы. — Да. Ну, я думаю, что Елене предстоят разговоры с теми людьми, по поводу кого она опасается, что она заразила. Наверное... — Стоит ей ли открыто говорить с ними о своих переживаниях и о своих страхах за них? — Я думаю, что... Я подозреваю, что она сама способна решить, но я с людьми, которым я доверял, разговаривал. Я думал, кому достанется в наследство то немногое, что у меня есть. Ну, это серьезный вопрос, да. — То есть вы в какой-то момент прощались с жизнью? — Ну, не без этого. Каких-то таких факторов серьезных не было, но я знал, что люди умирают. И сейчас знаю, да. Вот. То есть какие-то такие вопросы... Ну, что-то приходится пересматривать, что-то приходится думать, елки-палки. Вот. Знаете, есть большая часть истории, я знаю, когда люди играют друг с другом. А вот что было бы, что бы ты делал, если бы тебе сказали, что ты завтра умрешь, да? Ну, такая в психологическом мире есть такая игрушка. Ну, как будто просветляющие людей. Вот они начинают думать о смысле собственного существования, о том, какие дела они откладывают. Ну, может быть, Елене заняться тем, что она откладывала в долгий ящик. Ну, то, что касается ее самой. Не знаю. Наверняка есть какие-то такие вещи. Ну, в моем случае это, может быть, было что-то там написать, да. — Я хотела как раз спросить, стоит ли записывать вот эти свои желания? Или достаточно прокручивания в голове? — Нет, я думаю, что их нужно делать. Ну, эти желания. То есть, может быть, не то, что я бы хотел или хотела того-то, того-то, а прям взять и начать делать. Ну, если это не касается каких-то вещей, которых мы сейчас лишены. Ну, не знаю, каких-то поездок. И то себе поездку какую-то можно организовать. — Ну, сейчас, скорее всего, период самоизоляции. — Нет, организовать я имею в виду, да, как Иммануэл Кант себе организовал поездки. Мы тоже об этом говорили. Человек, который не выезжал за пределы среды обитания, но по описаниям современников исключительно знал много о разных отдаленных местах, да, рассказывал о них так, что люди думали, что он сам там побывал. Ну, о флоре, фауне, о каких-то вот постройках и так далее. — Я, кстати, не слышала, может быть, вы слышали, Алексей, создают ли сейчас люди группы поддержки болеющих ковидом? То есть, кто сейчас болеет? Объединяются ли люди внутри этой болезни? — Я уверен, что создают. Я думаю, что возникла... Другой вопрос возник. Одного разговора о вирусах теперь... Ну, тема исчерпана. Она набила оскомину. Но это не значит, что от нее нужно отказаться. Должно появляться что-то другое, что отдавало бы этой теме жизнь. — Ну, люди больше обсуждают негативные моменты, мне кажется. Вот про поддержку редко заходят разговоры. — А негативные моменты — это тоже поддержка. Обсуждать негативные моменты — это тоже поддержка. Начинать носить разные маски, в том числе черного цвета, с надписями — это тоже поддержка. — С картинками страшными. — Шутить по поводу второй, третьей волны — это тоже поддержка. — Вот, кстати, про карнавал. Вы же говорили, сейчас маски и разнообразие масок — это же тоже такая отсылка к карнавалу. Это где-то насмешка над вирусом, потому что некоторые принты достаточно агрессивны. — Безусловно, да. Ну, вот мы и, если вы заметили, медицинские маски начинают меняться на стилизованные маски, то есть медицинские, у которых функционал один — защитить, да, к защите добавляется что-то еще. Ну, какие-то картинки, какие-то сообщения друг к другу, да, то есть мы идем и мы теперь читаем маски друг друга. Ну, не все, но, может быть, я смотрю, да, у кого что написано. Вот. И... Ну, это такое важное обсуждение, всестороннее, и не без этого. — Каким образом негатив является поддержкой? У нас время заканчивается, но мне бы хотелось, чтобы вы пояснили эту сторону. — Потому что он публикуется, потому что он озвучивается, потому что, а, я могу узнать, что не только такие мысли у меня в голове, но еще у кого-то, б, задавать вопросы по этому поводу, ц, понимать, что это можно держать в публичном пространстве, ну и д, как-то можно этим оперировать. — Добавлю, возможно, когда мы читаем про эти какие-то негативные ситуации или негативный опыт, мы же начинаем испытывать чувства. Может быть, даже негодование, оно помогает нам проветрить наше внутреннее пространство, да, немножечко градус переживаний собственных чувств снизить. — Безусловно, да. И иногда она скачает в какие-то несерьезные вещи, что тоже важно. — Например? — Шутки, черный юмор, я об этом говорил. Может быть, не черный, светлый, да, слезы истории. Я думаю, что мы увидим массу историй, театральных постановок и книг, где этот опыт как-то переживается. Может быть, Елена будет одной из тех людей, которые вложатся в это общее пространство. — Что греха таить, когда была первая волна самоизоляции, именно в первый день я присоединилась к одной из групп в Фейсбуке. И там как раз вот все было про смех, про вирус и про ковид. Никогда от себя не ожидала, но первые несколько дней я смеялась безудержно. Это был, наверное, мой внутренний карнавал такой. — Ну и когда мы смеемся, язвительно, можно сказать, мы вентилируем свои легкие. Это всегда полезно. — Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо Елене. Хочу пожелать ей скорейшего выздоровления, сил, выдержки, поддержки близких. — Да, Елена, спасибо вам, что позвонили. Звоните нам еще. — Всего доброго. До следующего вторника. До свидания. — До свидания. — Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! — Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...